итак ребята еще раз здравствуйте сегодня записываю видео думаю не знаю сегодня или завтра выставлю но не важно прочитала значит и комментарии подумала что все-таки приготовлю супчик но и кто написал приготовьте суп и я подумал может быть кому-то будет нужен этот рецепт может это не знает но думаю большинство знают а тот кто не знает тот посмотрит и может захочет его сделать сегодня значит приготовим суп грибной суп сыром сыр плавленый я увы не нашла немецких магазинах не знаю может вы подскажете мне в комментарии где можно найти плавленый сырок именно чтобы он был вкусный плавленый сырок я значит нашла вот такой сырок крем я когда-то варила суп и он мне понравился буду занять таким было неплохо было очень вкусно так что в этот раз тоже и так что же нам потребуется для грибного супа сыром картофель так я уже очистила грудка точнее филешечка куриная 2 лучка грибочки вот я выбрала вот помыла все и сыр соль перец по вкусу да как вы можете видеть у меня морквы нет морквы я не использовал потому как я думаю что уже слышали все но еще раз напомню что мы с они против морквы потому что мы его это на русском морковь 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 я думаю тоже пойму так же кстати от себя хочу сказать что мы не нашли именно плавленый так ребята берем картофель и знать что я делаю вот я смотрю вот все любят как-то мелко я не люблю так надо другой ножик взять это очистила сейчас я приду минута дело больше нож уже конечно старенький но ничего так показываю вам начало делю вот картофель на три части вот такими кубиками вот все сейчас перережу одну картофель дальше не буду показывать я думаю вы и так знаете я это делаю не знаю я вообще суп не люблю вот мне интересно сделать знаете что от немецкий суп хочу сделать чтобы именно что был вкусный вот напишите комментариях может кто-то знает какой в германии от реально прям вкусный вкусный суп может какой-то специально кремовые у меня сырный будет обычный сырный суп за грибами мне вот интересно что любят немцы как я слышала что немцы любят если не ошибаюсь даже люда говорила что вот эти кремовые супы еще что-то ну короче я думаю вы знаете уже мало ли здесь живете напишите мне будет интересно может вы даже скажете что мы приготовили мы приготовим этот суп почитаем комментариях комментариях и нам будет очень интересно как ребята все вот и резать даже вторую скупы я взяла дарезаю вот кубиками нарезаю все главное не мелкая вот такими кубиками средними режу так разрезала все на этом все включимся что же после картофеля дальше мы будем делать так ребята все картофель я начистила что я делаю дальше я набрала воды значит кастрюльку как вы можете видеть все филешку помыли отобрали там лишний жирок или что там грязь помыли все аккуратненько теперь что для вкуса я обязательно беру целый лук я возьму белый точнее у меня один белый другой красный я ломала осталось поэтому пришлось красный спорт ничего страшного берем красный лук я его вот так вот так чуть-чуть вот все я его так разрезала к филешечке добавила все теперь оставляем филешечку провариваться чтобы она была готова когда сварится или вы же не забудьте перед тем как она будет вариться накипь надо убрать это все ложечкой потом уберем все филешка сварится не нужно не солить не перчить ничего не вообще не надо никакой соли не надо вот когда филе сварится потом покажем что мы делаем дальше пока что филе пускай варится все ребята затем я начистила значит картошечку порезала и и теперь что же делаем вот у меня один лук это меня для зажарки будет до используйте морковь конечно это зажарки нужна морковь поэтому лук и морковь у меня моркови нет потому как мы ее нити как мы сказали поэтому я только буду сжаривать бучок все берем я нарезаю кубиками может плохой надо наточить а наточить его нечем вот мелками мелкий такой купит хорошо не люблю все нарезали лук дальше будем нарезать грибы смотрим внимательно думаю вам видно так все ребятки вот я лук значит нарезала поставлю вам сторонку чтобы его делил одну сторону другая страна нас будет для грибов я взяла значит грибочек наполовинку такими средними ломтиками нарезаю он обжарится станет меньше поэтому небольшие конечно ну вот средние ломтики нарезаем здесь у меня где-то 300 грамм в сторону и так все грибочки сейчас перережем пока у нас варится филешком поэтому включится лук короче мне режет глаза вообще не могу поэтому как только вы нарезали грибы ждем пока филешка отварится и включимся дальше что же будем делать дальше пока что нарезаем грибочки так ребята все я назначить нарезала вот у нас лучок вот у нас грибочки вообще такое блюдо мне кажется в наши дни что можно разнообразить его можно добавить там перец сладкий можно цукини добавить я не знаю можно много чего придумать посмотреть много интересных рецептов я обычный классический рецепт знаю этот готовила поэтому готовлю так бюджетный кстати вариант я чем меньше продуктам кстати этот супчик нас обошелся на 8 аэром не включая лук лук был у нас дома ну принципе я думаю у вас всех есть вы сможете так приготовить суп а вообще да ребята вот я сейчас так подумала и вам спросила вас суп а кроме супа я вот думаю напишите мне в комментариях какое может есть класснющее такое блюдо классное просто немецкое блюдо что просто все немцы него офигевают просто просто что они его обожают и жить без него может не могут каждый день напишите можете мы вместе с вами при этом такое чтобы и не очень дорого было но такое средняя цена и я думаю что вместе с вами у нас получится его приготовить между то хочется такое интересное взять приготовить именно что-то немецкое может быть итальянское какое-то блюдо но больше сейчас склоняюсь мы сейчас находимся в германии и я бы хотела бы именно при приготовить то что готовят обычно немки дома своим семьям своим детям своему жилья мужьями так далее вот мне было бы интересно что напишите комментариях может вы готовили может кто-то с вас знает классные рецепты и мы в следующих видео сделаем вместе с вами так что так ребята все теперь ждем пока у нас варится значит филешечка я использовала как вы видели одну филешечку там грамм 200 если вы находитесь например германии и не хотите покупать в упаковке я всегда советую брать на развес когда там супчик себе на один денек там на два день к приготовить если там немного ну и имею виду если вы там женщина она живет девушка одна или там парень один живет ну или там на двоих то вообще филешка одна нужно поэтому лучше пойти можно микс маркет или в другой какой-то магазинчик может мясной и купить просто на развес одну штучку филе грамм 200 250 потому что если взять вот упаковки 600 грамм там около шести евро ну извините это фильм мы взяли по скидке кстати на евро скидкой вальди было за 5 евро так она стоит 6 но я его оставила завтра что-то будем готовить две филешки оставила одну вот использую это было бы много очень для супа тем более здесь не и так я хочу побольше грибов как вы можете видеть что зачем много грибов я люблю обожаю грибы поэтому я буду готовить так как я знаю так как я люблю я думаю они очень понравится когда-то готовила так что как-то так ребята все ждем пока сварится филе и включаемся что же будем делать дальше все ребята молочок у меня пожарился теперь добавляем грибочки но не забывайте как зажарка обычно идет сморкой сейчас и все это перемешиваем и даем грибочкам пожариться хорошенько прожариться сейчас мы перемешаем все ребята что я хотела сказать да обычно зажарку как делают лук обжаривают морковку обжаривают все закидывают водичку отдельно жарят грибы но я вам больше скажу то как у меня морковки нет вообще не играет никакой роли лук хорошенько прожаривается с грибочками это очень вкусно получается потому что уже не первый раз готовлю то же самое зажарка ничего вообще все одинаково получается поэтому я готовлю именно по этому принципу из того что я не добавляю морковь грибы прожаривается вот сейчас еще кусочек сливочное масло чуть-чуть конце добавлю хорошо их прожарю добавлю в конце сливочное масло и все оставлю их чуть-чуть на минут пять чтоб я прям ну вообще можно закидывать горячими но обычно я слышно что нужно чтоб грибочки постояли хотя бы пять минут немножко охладились потом закинем супчик у нас уже варится все лук достаем филешка проварилась надо бегом бегом быстренько достал это все забираем все ребята значит достала я филешечку и теперь аккуратненько добавляем наш картофель все закидываем и ждем когда минут 10 пройдет проварится картофель потом только мы будем добавлять филешку филешку и нашу вот зажарочку все ребята вот 10 минут картофель уже проварился у нас мелкие как вы видели небольшие ломтики были поэтому картофель уже проварился вот я нарезала одну филешечку я думаю достаточно она уже сваренная теперь добавляем ее обратно перемешиваем минуток пять пускай все вместе варится и будем добавлять нашу зажарочку в супчик включится ребята все что значит 10 минут все тут филешечка картошечка вот теперь сейчас будем добавлять наши грибочки перекидываем как только прошло 10 минут как она все проварилась добавляем теперь грибочки так все добавила значит грибочки перемешала даем грибочкам тоже тоже немножко провариться еще минут где-то 7 проваривается 5 7 минут пускай проваривается они уже обжарен уже готовы но они должны все и в конце будем добавлять меньше включимся sky проваривается так все добавила значит грибочки перемешала даём грибочкам тоже тоже немножко про варится еще минут где-то 7 проваривается 5-7 минут пускай проварится они уже обжарен уже готовы но они должны все равно провалиться. И в конце будем добавлять сырок. Включимся, пускай проваливается. Так, все, ребята, поставила, значит, на меньший огонек. Так, ребята, все, убавила, значит, я огонь. Поставила на двоечку, была на троечке. Все, грибочки проварились. Теперь я открыла сыр, пробовала уже его немножко. Вроде нечеток. Сейчас вся упаковочка здесь у меня, чтобы не набрать, вам 175 грамм. Все, сейчас буду добавлять сырок. И нужно тщательно перемешать, чтобы сыр растаял, потому что не каждый сыр растоплится. Не развалится, не имею ввиду. Короче, вы меня подняли. Все, будем включаться и смотреть. Так, все, ребята. Вот, сырок. Сейчас надо его размешать. Вот так, вообще полностью, потому что он бывает вообще, знаете, плохое качество сыра. Говорят обычно, если сыр не растапливается, значит, это плохой жир. Там больше жилаки добавляют. Я не знаю, как его готовят, но обычно говорят, что жилы. И что он не настоящий. Но в наше время, мне кажется, уже нет настоящего. Настоящий-то домашний должен быть. А если есть, то будет стоить нехилых денег, мне кажется. И надо проверить. Проверенный высший сорт брать. Все, сыр я растопила. Смотрите, какой кремовый получается, такой наваристый. Хотя нет, плохо растопила надо еще. Видите, вниз сыр пошел. Хорошенько сейчас я так вот. В конце, когда я вот посолю, поперчу в конце, я буду еще добавлять петрушечки. Петрушечку добавлю в конце. Все, смотрите. Смотрите, какой бульон получается грибной, наваристый такой. Можно даже было еще чуть-чуть водички, но я не буду. И так, я люблю больше. Угустенький. Емкость, она была побольше взять, но ничего страшного. Смотрите, как вам. Мне вообще цвет нравится, запах идет приятный. Неплохо. Сыр неплохой. Уже все, чувствую вкусно. Сейчас будем пробовать чуть-чуть, как проварится он. И будем добавлять зелень. Так, ребята, все. Супчик у меня уже готов. Что хотела сказать? Сейчас хотела, значит, добавить петрушечки в конце, как обещала вам. А в итоге пробую ее на вкус. Помыла все. И перепутала ее с другой. Кинза или как? Это ж кинза. Короче, походу взяла кинзу, а не петрушку. Ну, но в принципе, я тебе еще раз говорю, этот бульон можно есть даже без зелени, потому что он идет как кремовый. Не кричи, никому не интересно то, что ты кричишь. Я попробовала суп, добавила соль в конце, перец по вкусу. Все, супчик готов. Хорошо, говорила и говорила. Суп готовый, очень вкусный, кремовый. Смотрите, какая юшечка. Сколько грибочков, картофель. Можно даже овощи. Но, ребята, обычно, я думаю, кремовый суп вы видели. Тут немножко филешки. Сама фишка это сыр, грибы. Это то, что я люблю. И бульончик с филешкой. Все, нам приятного аппетита. А вам, ребята, советую готовить такой классный кремовый суп. Так, всем пока!